Один из самых очаровательных директоров, исполнительных, который мне попадался в жизни. Ага, ему похлопали, а мне нет. Они становятся артистами. Здоровая конкуренция. Человек с ДЦП, такой вот очевидный в общем инвалидностью, он вызывает косые взгляды. А вы знаете, у нас вообще-то еще и сценический бой преподают. А как он будет на лошади скакать? А как он будет акробатикой заниматься? Проходили мы это, понимаем, насколько это сложно. Именно. Мы с вами знаем, что театр штука очень терапевтичная для любого человека. Если зритель не уснул на скучном спектакле. Они видят, что это такие же дети, это тоже дети. Они тоже балуются, хохочут, хотят дружить. Так, может мне к вам устроиться режиссером? Ой, приходите, мы будем очень рады. Хорошая зарплата у вас? Мы арендуем автобус, собираемся все вместе. Мы бродячие артисты, да? Да. Здравствуйте, меня зовут Сергей Белоголовцев, это Лига Мечты. Востребованная клиника создала собственный благодворительный фонд и начала заниматься с детьми с ОВЗ. Почему это произошло и в чем состоит работа фонда, нам расскажет исполнительный директор фонда Любовь Ковалева. Здравствуйте. Здравствуйте. Такие бывают, молодые исполнительные директоры? Ну, видимо, бывают. В наше время. Люб, ну вообще, один из самых очаровательных директоров исполнительных, который мне попадался в жизни. Почему был создан фонд, чем он занимается? Фонд занимается социальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья через творчество и популяризацией инклюзивной культуры. Насколько я знаю, ключевое направление работы, вы сказали творческое, творческая у вас история в основном превалирует, это театральная студия «Сны Алисы», которая была организована 16-летней девушкой, которую зовут Этель Симкина. Правильно? Да, все верно. Я ничего не напутал. Все верно, да. Да. И как это произошло, расскажите. Почему «Сны Алисы», кто такая Этель, нам ужасно интересно. Это произошло в 2019, по-моему, году, в самом начале года. У Этель, ну, собственно, ее отец является учредителем и председателем совета директоров. Он ее с раннего возраста приучал к благотворительности, давал ей понимание, что важно помогать, зачем это делать, как это делать правильно. И в возрасте 16 лет у нее появилась такая идея, что давайте попробуем сделать спектакль, чтобы инклюзия происходила не в зрительном зале, как это было на момент 2019 года, в основном происходило для детских театров, спектаклях для детей. А инклюзия происходила бы на сцене. То есть давайте попробуем перевернуть эту историю. Мы не знали, что из этого получится, вообще получится ли что-то, насколько это жизнеспособно. И пошли по такому пробному пути. Сначала это было, по сути, волонтерским проектом. Этель сама выбрала сказку «Алиса в стране чудес», свою любимую историю. И, собственно, режиссер решил переименовать, ну как это часто, собственно, и бывает, сделать название спектакля «Сны Алисы». В том спектакле было занято, по-моему, 8 детей. Это были подопечные детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать» фонда «Гольфстрим». То есть 8 было детей с ОВЗ и еще было... Это было всего 8 человек в спектакле. Да, были дети с ОВЗ и нейротипичные. Да, понятно. То есть Этель выступила... И она сама участвовала тоже, как актриса этого первого спектакля. Был такой опыт у нее тоже. Ну, то есть юная девушка выступила как продюсер, да, и как исполнитель, исполнительница одной из ролей. Да. Она сейчас участвует в жизни студии Этель. Она сейчас участвует в основном в формате моральной поддержки, поскольку уже сейчас она студентка, она заканчивает институт, и, ну, собственно, уже жизнь немножко поменялась. А вы руководитель студии? Ну, наверное, меня можно назвать руководителем студии, хотя сама я больше склонна думать, что, собственно, что я делаю, это пытаюсь вдохновлять детей на дальнейшее развитие. Потому что, ну, я не могу себя назвать прямо вот... Руководитель-аниматор. Ну, нет, я не то чтобы аниматор, нет. Мне хочется верить, что дети во мне все-таки в первую очередь видят друга, а уже потом там директора, руководителя, еще кого-то. Есть специально обученные режиссеры, специально нанятые. У нас сейчас в команде работают два замечательных режиссера, три. Три режиссера. Три? Да, три режиссера. Забыла про то, что мы в феврале запустили еще два филиала студии. Ого! Сейчас у нас четыре группы работают и три режиссера. Двое из этих режиссеров заслуженные артисты России. Это Артем Бибелюров и Владимир Жуков. Артем Бибелюров с вами работает? Да. Ну, так я тоже был в свое время подопечным Артема Бибелюрова. Он выпускал со мной спектакль по рассказам Чехова. Видите, я имею отношение к нам Алисой. Артем Сергеевич у нас работает. Вот 21 марта выпустил премьеру вместе с Владимиром Юрьевичем Жуковым и Анной Павловной Жуковой, третий режиссер. Так, может мне к вам устроиться режиссером как-то? Ой, приходите, мы будем очень рады. Хорошая зарплата у вас? Судя по смеху, не самые высокие. Ну, в принципе, некоммерческий сектор не может себе позволить, к сожалению, прямо уж таких серьезных каких-то зарплат. Ну, то есть ребята работают... Но я надеюсь, что все-таки не обижаем режиссеров. Люба, ну скажите, это вот, это же, наверное, декорации, да? Это же свет, звук, это все как-то... Ну, свет, звук, как правило, есть у площадок. То есть вот премьеру мы представили на сцене нового пространства Театра наций. Там, естественно, есть стационарное оборудование, собственное у театральной площадки. Пи-а-а! Пи-а! Осел и соловей. Осел увидел соловья и говорит ему... Послушай-ка, дружище, Ты, скажут, петь великий мастерище, Хотел бы очень я сам посудить твое услышавпение, Великое подлинное твое умение. Тут соловей, являя свое искусство, стал, Защелкал, засвистал, На тысячу ладов тянул, приливался. То нежно он ослабевал, То том не вдалеке свирелью отдавался. Скончал певец, Осел, уставив землю лбом... Изрядно Сказать не важно, Тебя без скуки служит Мужина. А шаль, что незнаком Ты с нашим петухом. А декорации мы стараемся делать минимальными, Для того, чтобы история была максимально мобильной. Мы очень много ездим по разным фестивалям, Активно участвуем в разных совершенно фестивалях, конкурсах. Мы даже на гастроли ездим с детьми. И поэтому, чем проще декорация, Тем она удобнее. Естественно. Такая антреприза. Ну, в общем, наверное, да. Ну да, как? Почему? Хотя я все-таки склонна думать, что мы больше как репертуарный театр. А потому что мы играем несколько раз в месяц наши спектакли. Так, стоп, стоп. Сейчас очень много информации. Я не договорюсь. Я уже падаю со стула. Давайте отмотаем чуть-чуть назад. Новое пространство Театра нации. Да. Престижнейшая площадка. Это партнерство, оно возникло еще в 22-м году. Первый раз мы обратились к Театру нации. Ну, то есть просто пишем письмо на имя директора театра, поскольку у нас высокая социальная значимость у проекта, у спектакля. Они, соответственно, согласовывают это с учредителем, с Министерством культуры. И играем в спектакль. Ну, это сразу, вот лично в моих глазах повышает статус студии. Так, гастроли. 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 Это очень интересно. По стране. Ну, мы ездили, вот самое дальнее у нас было, это Рязань. Мы были в Рязани. Да, это, причем ездили одним днем. Мы берем и родителей студийцев на гастроли, конечно, потому что, ну, родители у нас как волонтеры в студии. И какое-то вот бытовое обеспечение вообще всего творческого процесса, там, начиная от еды, заканчивая глажкой костюмов, подготовкой костюмов. Это, конечно, мама-папа. Мы арендуем автобус, собираемся все вместе. Мы и бродячие артисты. Да? Да. Нормотипичные дети занимаются, дети с ОВЗ. Это все равно немножечко, ну, как бы сказать, разные категории детей, да? Это разные. Одни такие, другие такие. Дети. То есть неизбежность каких-то, ну, скажем так, неизбежность, некого недопонимания все равно должна происходить. Ну? Я не замечала. Ну, Люба. Вот сейчас правду. Я правду не замечала между нашими... Сейчас мы усилим осветительный прибор. Не замечала между детьми каких-то недопониманий. Ну, мы же в жизни вот тоже все люди разные. Это же не означает, что между нами какие-то недопонимания. Вот точно так же среди детей. Они тянутся друг к другу. Для детей самих по себе не имеет значения. Есть какие-то особенности там по здоровью? Их нет. Окей, окей. Тогда вопрос такой. Детям сколько лет примерно? У нас от самому младшему в московской группе семь. Есть еще одна группа, там четыре самому младшему. Есть артист, которому 32. Вот такой у нас разбор. Но при этом они все вместе. И мы играли в декабре на хлебозаводе на фестивале «Город неравнодушных». Маленькая девочка, ей 7 лет. Я смотрю, стоит там большой мальчик. Он физически большой. Ему 16. Я говорю, так, держи Аню за руку. Мальчик с особенностями. Да. Большой 16-летний мальчик. Да, да. Я знаю, что Аня не потеряется. И мне среди всех остальных его видно, а ее-то нет. Она маленькая. Так. И я понимаю, что он никуда ее не отпустит. И она его не боится, ничего. Абсолютно. Они вместе, они репетируют вместе. И режиссеры выстраивают процесс так, чтобы дети больше взаимодействовали друг с другом. Чтобы это была командная работа. Это основная задача. У нас же задача в социализации детей. Вот. Следующий вопрос вытекает из этой правильной сентенции. Смотрите. Вот у нас программа называется «Лига мечты». Да. У нас там спорт. У нас там горные лыжи. У нас там водные виды спорта. В последнее время мы начали развивать именно театральную, ну, скажем так, художественный вектор. Вот. Я с этим не очень хорошо знаком. Вот. Мне говорят, что изменения у этих детей с ОВЗ, они есть. Вот сейчас мне как специалист расскажите, как это вот театротерапия, скажем так, влияет на этих ребят? Ну, в общем-то, мы с вами знаем, что театр – штука очень терапевтичная для любого человека. Для артиста, для зрителя – это терапевтичная вещь. Да? Точно? Точно. Если зритель не уснул на скучном спектакле… Изменения у детей происходят просто колоссальные. Начиная от того, что они учатся взаимодействовать друг с другом, они развивают речь, они развивают память, потому что запомнить сценический текст и воспроизводить его… Согласен. То есть тренируется мозг. Абсолютно. Там выстраиваются новые нейронные связи, дети становятся более ответственными и самостоятельными, потому что нужно запомнить свои входы-выходы, следить за своим костюмом, реквизитом, вспомнить, когда нужно уйти за кулисы, что-то взять, что-то принести на сцену, где-то подвинуть стулья, переставить и так далее. Очень много вот этих вот маленьких деталей, из которых складывается спектакль. Для людей с аутизмом это, наверное, такая серьезная терапия. И не только для людей с аутизмом, с самыми разными нозологиями. Ребята учатся помогать друг другу, они учатся поддерживать друг друга. И самый главный, наверное, эффект, который я могу отметить, который я просто вот вижу за пять лет существования студии, что у ребят появляется собственная мотивация для дальнейшего развития. Когда они выходят на сцену, они хотят нравиться. И они вот тоже заметили где-то, наверное, год назад такую штуку, что ребята выходят, ага, ему похлопали, а мне нет. Они становятся артистами. Здоровая конкуренция. Они становятся артистами, и они думают, если мне сегодня не хлопали, на прошлом спектакле хлопали, а на этом спектакле не хлопали, значит, сегодня я что-то сделал не так. Не доиграл. Я где-то не доработал, и они начинают более тщательно, еще и дополнительно заниматься. Этот социальный эффект от того, что мы делаем, он ведь в две стороны. Он и на ребят-артистов, и на зрителей. Потому что так или иначе зрители приходят на спектакль, они видят, что это такие же дети, это тоже дети. Они тоже балуются, хохочут, хотят дружить, что-то там радуются конфетам, киндер-сюрпризам. Ну, как все остальные дети, ничем не отличаются. Убедительно, убедительно. Вы уже сказали про родителей, да, что родители это волонтеры ваши и помощники. Да, абсолютно. То есть это их как бы основная функция, да, в участии в ваших мероприятиях? Или что-то там еще, может быть, они делают, может быть, они как-то там, не знаю, финансово помогают студии? Нет, нет, у нас, мы никогда не берем денег с родителей студийцев. Мы можем попросить... Это принцип. Да, конечно. Класс. Мы можем попросить, там, понятно, чтобы обувь на спектаклях была своя. Вот сейчас на спектакле черные футболки тоже, ну, родители тоже сами купили там черные футболки, джинсы. Тоже это, ну, есть в гардеробе практически каждого ребенка и так. Родители студийцев, это, конечно, колоссальная поддержка и опора для студии, потому что это и обеспечение быта, да и моральная поддержка. Ну, естественно. Что очень важно. И у нас после каждой репетиции, в перерывах всегда накрыт стол, всегда чай, печенье, это тоже родители. Ну, то есть вот из таких мелочей складывается атмосфера студии. Ну, конечно, конечно. И это, безусловно, и на творческий процесс тоже очень влияет. Ну, конечно, когда такой фон, фон такой милый и теплый, то, конечно, это в такой атмосфере гораздо интереснее и приятнее жить и творить. Еще есть какие-то мероприятия, кроме спектаклей, которые вы делаете с ребятами? Мы детей стараемся возить на экскурсии, на спектакли показывать, там, в театры, в цирк, куда-то и в парке развлечений тоже. Это тоже важная история, потому что она работает на развитие любознательности очень у детей. Они чем-то начинают заинтересовываться, потом, мама, ты запомнила, какую книжку нужно мне прочитать, да? Отлично. Они начинают читать, они начинают что-то больше чем-то интересоваться, это такое глобальное расширение кругозора, это работает на расширение, наверное, эмоционального спектра еще, в том числе, каждое впечатление, а понимать и осознавать свои эмоции, это ведь тоже очень важно. Безусловно. Безусловно, это такая тоже работа души. А продаете ли вы билеты на свои спектакли? Нет, и делаем это сознательно. Не потому, что мы считаем, что мы не можем продавать билеты, потому что какой-то не такой культурный продукт. Нет, в качестве своего культурного продукта мы абсолютно уверены. Уверены. Дело в том, что мы, ну, собственно, да, считаем, что инклюзия, для того, чтобы ее популяризировать, она должна быть доступна. Она должна быть доступна любому человеку. Это очень важно. Люди не знают, что такое инклюзия. Это мы внутри этого. Естественно. И мы это... Нет, многие даже, в принципе, не очень понимают, что означает это слово. Да. Инклюзия. Да. Это один раз какой-то мужик мне сказал, это какая-то болезнь, что ли, инклюзия. У меня один знакомый, близкий мой знакомый, участвует в подобных спектаклях в одной южноевропейской стране. Вот тоже инклюзивные спектакли, вот тоже как бы нормотипичные актеры с ОВЗ, но там они абсолютно не стесняются продавать на эти спектакли билеты. И они объявляют, что деньги, вырученные за эти билеты, пойдут на развитие именно проекта. То есть мы сможем больше позвать сюда людей с ОВЗ, мы можем больше как-то, у нас будет больше возможностей, мы можем дальше проехать дальше Рязани со своими спектаклями. Нет? Вот ключевое, вы сказали, что этот театр находится в южноевропейской стране. Да. Там отношение к людям с инвалидностью все-таки несколько иное, чем исторически, и ну как-то так вот получилось генетически, сложилось все-таки в России. Я бы, извините, извините, мне кажется не генетически, а коммунистически. Ну, в общем, я это и имею в виду. Ну, собственно, у нас другое отношение к людям с инвалидностью. Но оно меняется. Оно меняется усилиями как раз-таки вот третьего сектора, который над этим работает уже не один десяток лет, и как-то так коллективно потихоньку-потихоньку сдвиги происходят. Но они происходят все равно очень медленно. У нас все равно человек на инвалидной коляске на улице все равно вызывает какие-то взгляды. Человек с ДЦП, такой вот очевидный в общем инвалидностью, он вызывает косые взгляды. Согласен. И я знаю, что проблема, ну, как бы это во всех театрах, да, проблема продавать билеты в инклюзивном театре, это проблема просто, она умноженная на сто. Согласен. Именно из-за вот этого вот, из-за всех стереотипов, мифов. Вплоть до того, что эти дети заразные, например. Да. Их болезни недуги. У тебя приняли решение, что мы будем открыты для всех, мы будем рады каждому. Если кто-то захочет нас поддержать, это можно сделать на нашем сайте. Лучше, чтобы к нам приходило больше зрителей, самых разных, в том числе зрителей с инвалидностью. И для них-то ведь тоже быть полноценными участниками культурной жизни, страны, культурного процесса, это тоже ведь очень важно. Да, это не какая-то там базовая потребность, это вот самый вот хвост этого паровоза потребностей. Но тем не менее. Ну что, какие планы? Что в планах? Выступление на сцене Малого театра? При полном зале или что? Ну, кстати, вот Малый театр делает свой инклюзивный проект, тоже замечательный для детей. План Гармадео, как и всегда, начиная с простого выпуска новых спектаклей и увеличение количества, конечно, филиалов, потому что запросов очень много, детей с ограниченными возможностями здоровья очень. Спрошу, спрошу. То есть просто к вам обращаются, как к некой, ну, франшизе, да, чтобы вы могли как-то помочь, открыть, начать развивать в другом городе, в другом месте такую же историю, я правильно понимаю? Ну, глобально это возможно, да. То есть запросы именно на эту тему? Запросы на тему, да, как филиал нашей студии, по большому счёту. Здорово, да. Это вот первые такие самые понятные, самые простые планы. Кроме этого, сейчас нас очень волнует тема доступности профессионального образования для детей с ОВЗ в сфере культуры. Вот в сфере культуры, культура, мне кажется, вообще может быть одним из ключевых амбассадоров инклюзии, по большому счёту, потому что в творчестве нет места ярлыкам. Это вот, а инклюзия это про то, что не надо ни на кого навешивать ярлыки. А вы знаете, у нас вообще-то ещё и сценический бой преподают, а как он будет на лошади скакать, а как он будет акробатикой заниматься. Проходили мы это, понимаем, насколько это сложно. Именно, именно. И, ну, собственно, вот, мало того, что профессиональное образование, но и дальше трудоустройство. И ещё, вот, как мне сейчас кажется, государственные театры одна из самых закрытых историй для людей с инвалидностью, в особенности для людей с ментальной инвалидностью. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. И это, конечно, совсем неправильно, потому что мы уже и в кино, и в сериалах, и, ну, в отечественных ещё не очень, но уже таких людей видим. И они занимают там, в общем, довольно достойное место и играют порою не самые последние роли. Там вот мы можем вспомнить фильм «Во все тяжкие», да? Там один из главных ролей играет парень с ДЦП. Вот, но он немножечко там утрирует свой недуг, но у него этот недуг был, и он его там победил, и он вспомнил о своих, как бы, вот тех впечатлениях, и очень достоверно это нам показал. Ну, и музеи довольно-таки активно адаптируют свои программы, выставки, разные мероприятия делают для людей с инвалидностью. И кто там должен работать? С разными категориями инвалидности. И там должны работать такие люди. Могут, могут и должны. Они могут создавать, скажем так, результаты интеллектуальной деятельности. Вплоть до написания сценариев, я считаю. Да, абсолютно. На своем вот там особом языке. И это, возможно, будет очень интересно. Есть человек с расстройством аутистического спектра, да? И он, например, пишет сценарий. Он же все равно по-другому видит этот мир. И он, там, не знаю, во первых словах своей пьесы, своей повести говорит. Я Сережа Белов, я особый человек, и я вам расскажу о том, как я по-своему вижу мир. Какой он в моем восприятии. И это может быть очень интересный ход для развития вообще культуры, искусства. Ведь оно иногда сейчас заходит в тупик, и людям не очень понятно, что рассказывать. Все сюжеты уже закончились. Ромео и Джульетты нельзя рассказывать по 158-му разу. Нужен какой-то другой Ромео. И вот, может, вот как раз этот мальчик может быть другим Ромео. Ну, насколько я знаю, в регионах такие спектакли-то ведь уже появляются. Но все это частные инициативы, опять-таки, это либо частные инклюзивные театры, либо это третий сектор, некоммерческие организации. То есть это вот все пока, собственно, со своими силами все делают. Но планов у нас громадье. Но планов громадье. И мы будем стремиться их реализовать, потому что мне кажется, что, ну, правда, культура очень много может сделать для развития гражданского общества. Люб, а вот не сомневаюсь ни одной секунды, что не сразу, но ваши планы в жизнь воплотятся. Дай бог. Дай бог. Вам понравилось, как мы разговаривали сегодня, как мы сегодня беседовали? Мне, например, очень. Давайте прощаться. Еще раз, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Для нас это очень важно. Сегодня мы беседовали с исполнительным директором фонда «Семейная в помощь» Любовью Ковалевой. Люб, спасибо тебе огромное. Давай мы вот туда посмотрим с тобой, вот туда посмотрим. Пожелаем нашим зрителям счастья, удачи, любви и здоровья. Давай мне руку, давай, давай, давай. И помните, мы вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова